Всем привет! Сегодня будем влюблять вас в Чингмай, безумно красивый город на севере Таиланда среди рисовых полей и гор. Самый безопасный, современный, но при этом бережно хранящий культурное наследие. Отличное место как для отпуска, так и для жизни. Чтобы изучать город, нам нужен транспорт, поэтому отправляемся арендовать байк. Мы нашли на гугл-картах конторы, изучили цены и отзывы. Надо сказать, что в Чингмай выбор огромный на любой вкус и кошелек. Есть байки спортивные, горные, огромные круизеры, ну и, конечно, обычные скутеры. Мы в итоге выбрали Yamaha Airox в конторе Cat Motors за 103$ в месяц. А не было очень неудобно залазить на этот байк, он достаточно высокий, спортивная посадка, поэтому через месяц мы сняли другой с более комфортной посадкой для пассажира. На этот раз мы выбрали Yamaha N-Max и стоил он всего на 10$ дороже. Обычно два шлема идет бесплатно при аренде байка, но если вас не устраивает размер или свежесть шлема, купить его можно, например, в этой локации. Здесь хороший выбор. Стоимость 10-12$ за обычный шлем или фуллфейс в три раза дороже. Когда мы ехали в Чингмай, мы думали, что это такая небольшая деревушка в горах. Оказалось, что это достаточно большой развитый город, поэтому здесь имеет смысл снять машину. Вся туристическая жизнь Чингмая сосредоточена в районе старого города. Его называют квадратом, потому что еще в XIII веке для обороны от соседних государств здесь возвели стены в форме квадрата и обнесли их рвом с водой. Сейчас это уже не поля сражений, а милое место для прогулок с фонтанами, лотосами и водяными мельницами. У Чингмая потрясающая история, изучение которой стоит начать с площади Трех Королей. Помимо монумента отца-основателем города, заложенного ими более 700 лет назад, здесь еще находятся два музея. Не бойтесь, мы не будем мучить вас историей. Лишь отметим, что в жаркий день вполне можно на часок укрыться в прохладе музейных залов. Вход всего 90 батов или 200 рублей. Зато много интерактива. Можно поразглядывать разные презентации, что-то потрогать, повключать, увидеть, как жили, чем традиционно занимались в этих краях, во что верили, что носили, как отличаются разные народности. Мне лично первый музей очень понравился, а вот Ланна Фолк в здании напротив можно и пропустить. Чингмай – это один большой музей под открытым небом. Узнали, что здесь более 300 храмов. Они буквально повсюду, особенно в старом городе концентрация храмов зашкаливает. Порой они стоят просто через забор друг от друга. Также нужно обязательно отметить колоссальные труды и средства, вкладываемые в реставрацию. Все сооружения выглядят шикарно и у каждого есть своя изюминка. Про самые впечатлившие нас локации, как в самом Чингмайе, так и в пригороде, мы расскажем в отдельном выпуске. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. При этом в городе процветает и современное искусство. Глаз радуется от обилия яркого и талантливого стрит-арта. Давайте полюбуемся парочкой примеров. Если вам тоже было красиво, ставьте лайки. Вообще, это удивительно, как старинные религиозные сооружения вписались в день сегодняшний и стали центром притяжения туристов со всего мира. Мало того, что почти все храмы бесплатны для посещения, так еще на территории некоторых из них по выходным проходит знаменитый найт-маркет. Выходные перекрывают практически весь старый город и его наполняют сотни палаток с продавцами. Давайте погрузимся в эту атмосферу. КОНЕЦ У меня мурашки от этой музыки, как она мне нравится. А мы продолжаем. Что еще нам нравится в Чингмайе? Это то, что он очень разный. Есть современные районы с огромными жилыми комплексами, стакадами. Есть маленькие азиатские улочки с типичной застройкой. Двухэтажные, скорее напоминающие деревню. Поэтому здесь жилье на любой вкус и бюджет. У нас на канале уже есть видео с обзором 8 разных квартир в Чингмайе. Обязательно потом его посмотрите. Еще Чингмай очень безопасный город. Буквально недавно на платформе Numbeo вышел рейтинг, по которому Чингмай назван самым безопасным городом в Юго-Восточной Азии. Для меня лично огромный вклад в позитивные ощущения от нового города внес местный телеграм-чат русскоговорящих ребят. Создатель чата Арсений создал невероятно доброжелательную атмосферу. Ребята реально помогают, делятся локациями, полезными ссылками, новостями и так далее. За 6 лет жизни в Азии я состояла в невероятном количестве чатов, но такого теплого и полезного реально еще не встречала. Ссылка, конечно же, будет в описании. В северной столице Таиланда достаточно инфраструктуры для комфортной жизни. Здесь есть большие торговые центры, продуктовые супермаркеты, в том числе премиум сегмента с самыми разными импортными товарами. В городе много мест для прогулок и отдыха. Есть набережная, есть приятные парки, куда приходят как просто покормить рыбок в пруду, так и позаниматься йогой. Побегать, потягать железо или заняться аэробикой в группе под музыку. Город окружает горы, поэтому много любителей треггинга. Также здесь популярны велосипеды. В общем, есть чем заняться. Можно отправиться на встречу русскоязычных ребят, поиграть в настолки, познакомиться с кем-то. Или засесть ноутбуком в каворкинге. А можно побродить по художественной галерее. Я же вам хочу порекомендовать потрясающее место, называется креативное пространство Калм, которое соединяет в себе три в одном. Субтитры сделал DimaTorzok Надеюсь, мы смогли передать вам творческую атмосферу и немножко такой балийский стиль этого потрясающего места. Я была в восторге, особенно от магазина текстиля и музея на втором этаже. А еще советую заглянуть обязательно в Калм Китчен, чтобы отведать настоящую кухню северного Таиланда. Она совершенно особенная. А пока ждете заказ, можно рассмотреть миллион деталей в кафе. Не могу даже передать, как тут было вкусно моим глазам. Что касается еды, очень необычное сочетание пресной рисовой каши с жирным мясом и кислыми маринованными овощами. Попробовать точно стоит, ведь и цена приятная. Друзья, давайте прервемся на минутку на рекламу с полезной информацией. Прервемся на минутку и из Таи переместимся на Филиппины. Многие сравнивают эти две страны для лонгстэя или зимовки. Самое главное преимущество Филиппин – это их визовая политика. Только представьте, граждане России легко заезжают по безвизовому штампу и далее могут до трех лет продлять его, находясь на территории страны без выезда. Изи! Мы прожили на Филиппинах целых три года на разных островах и собрали весь свой опыт в один большой полезный гайд – переезд на Филиппины. Под видео, конечно же, будет ссылочка на сайт. Вы можете зайти, ознакомиться с содержанием гайда и по промокоду YouTube получить 10% скидку при его приобретении. Продолжим тему еды. Скоро вас ждет выпуск с обзором кафешек Чингмая. А пока мы просто обязаны показать вам гастрономическую звезду севера Таиланда. Это кхао-сой – острый многогранный вкус карри супа с яичной лапшой, кусочком курицы и непременно с зажаренной до хруста лапшой сверху и маринованными овощами в придачу. А классным сувениром из Чингмая будет шоколад горький с добавлением настоящего кхао-сой. Кстати, в окрестностях Чингмая выращивают и какао-бобы, и кофе, и даже клубнику. Плодородный край! А еще одна здешняя особенность – это местные жители и туристы в национальных костюмах. Мы нигде раньше в Тае такого не встречали. Сарафаны, юбки, сумки с колоритной вышивкой, пумпончиками, орнаментами не просто пылятся в лавках, а носятся с удовольствием в обычной жизни. За сохранение исторического наследия даем Чингмаю 5 баллов. Но еще большего уважения он заслуживает за отношение к слонам. Здесь человек заботится о слонах, а не катается на них. Ноу-райдинг – главное правило всех здешних слоновьих питомников. Чингмай стал местом пенсии для слонов, которые использовали на потеху туристам на Пхукете и в других регионах. Мы покажем вам, как можно насладиться общением с этими прекрасными гигантами в следующих выпусках, где мы будем кормить их и даже купать. Это реально был незабываемый опыт, подарок на мой день рождения, потому что я давно мечтала потереть жопку слону. Чингмай вообще город-праздник. Есть три классные даты, к которым можно приурочить сюда поездку. Это знаменитые фестивали. Сейчас расскажем. Во-первых, каждый год в полнолуние в ноябре проходит сразу два невероятно красивых праздника. Лой Кротонг или фестиваль плавучих лодочек и фестиваль света, он же фестиваль небесных фонариков. В эти дни улицы Чингмая и храмы украшены миллионами разноцветных фонарей. Проходят парад, гремят салюты, тайцы спускают на воду свои кротонги, загадывают желания и благодарят водную стихию за ее дары. Нам повезло насладиться этим зрелищем. Подробно все вам покажем в новом видео. Чингмай называет розой севера. Его климат благоприятен для выращивания разных цветов. И многие из них расцветают в январе-феврале, и даже сакура цветет в горах. Поэтому в начале февраля проходит фестиваль цветов. Праздник длится три дня, а город утопает в ярких красках, клумбах и цветочных горшках. Ребята из чата поделились фото, как украсили парк, который мы с вами видели уже раньше. Ну и главное шоу фестиваля – это парад скульптур из цветов. А еще в соседнем городе Чинграе в феврале проходит фестиваль воздушных шаров. Берите на заметку. И третий праздник – это тайский Новый год или Санкран. Его отмечают в апреле, обычно 13-15 число, и это мокрое безумие должен увидеть каждый. Все вокруг поливают друг друга водой из всего, чего только можно. Вот идут ковшики, шланги и водяные пистолеты. В общем, это надо увидеть самим. Ну и последний на сегодня плюс в пользу Чингмая – это его расположение. Он очень близко от границ с Лаосом, куда удобно ездить на виза-ран или борда-ран. Мы вам покажем, как мы ездили в Лаос на борда-ран за визой. Уверен, что многим это будет полезно. Вот наш автобусик. Показывает, как он и дорого-богато. Да. Потрясающие штуки. Комфортный минивэн везет нас до границы и обратно. Поездка стоит 57 долларов на одного. Бронируйте места заранее. Итак, к полудню мы были на границе, прошли паспортный контроль на выход из Таиланда. Никаких очередей, никаких вопросов. Идеально. Далее надо купить билетики на автобус через мост, соединяющий две страны. Пришлось подождать немного. Он вроде раз в час ходит. И вот флаги Таиланда сменяются флагами Лаоса прямо посреди реки, по которой и идет сама граница государств. На территории Лаоса тоже безлюдно. Иностранцы из нашего автобуса будут оплачивать визу. Мы же, как граждане России, бесплатно получаем штамп о въезде в Лаос. Получается очень забавно. Мы получили отметку на вход, огибаем здание и идем сразу же получать штамп на выезд. Только что прошли границу Лаоса туда-обратно за пять минут. Очереди нет, все хорошо. Теперь надеемся, что нас спустят обратно в Таиланд. Если у вас есть время, обязательно посетите Лаос, особенно Ванг-Виенг. Итак, мы снова заполняем карточку прибытия в Тай и по новым правилам бесплатно получаем штамп на 45 дней. Вот мы и снова в Таиланде. Мы довольны. Все прошло отлично. К ужину были дома. Продолжим наш рассказ про Чингмай через неделю. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ваша поддержка нам очень нужна.